Химиотерапию можно проводить как до хирургического вмешательства, так и после хирургического вмешательства. Химиотерапия перед операцией называется неоадьювантная химиотерапия, и ее цель – это в первую очередь уменьшить опухоль, уменьшить распространение опухолевого процесса и сделать операцию более радикальной, увеличить вероятность того, что хирург во время операции удалит полностью опухолевый процесс. Обычно такая терапия назначается при распространенных опухолях, при опухолях четвертой стадии, при опухолях третьей стадии с различными факторами риска, такие как экстрамуральная венозная инвазия, когда опухоль кроме лимфатических узлов распространяется также и вдоль кровеносных сосудов, все это определяется с помощью компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, и такое решение принимается на онкологическом консилиуме. Самая важная определяющую роль в этом играет именно хирург, потому что если, по мнению хирурга, он может выполнить операцию без дополнительных методов лечения, радикально удалить опухоль, то в большинстве случаев это стоит делать. После операционном периоде химиотерапия назначается для профилактики развития отдаленных метастазов. Если у человека перед операцией с помощью специальных методов диагностики не выявлены отдаленные метастазы в печени, в легких и в других органах, то не всегда это означает, что их там действительно нет. Бывают микрометастазы опухоли, которые мы пока не можем определять даже с помощью современных методов диагностики, таких как КТ, МРТ и даже ПЭТ-КТ. Поэтому у людей, у которых опухоль достаточно большая и глубоко распространяется в окружающей ткани, имеет способность отделять опухолевые клетки, которые распространяются в лимфатические узлы, то у таких людей в том числе и есть вероятность образования микрометастазов, которые могли образоваться еще до момента операции, в то время, пока опухоль находилась в организме. Эти микрометастазы могут не определяться с помощью КТ и МРТ. И задача, собственно, онкологического консилиума после операции — определить, насколько вероятность высокая того, что у человека после радикальной операции все равно могут развиться отдаленные метастазы. Если эта вероятность превышает 10-15%, то в таком случае рекомендуется проходить химиотерапию в послеоперационном периоде для того, чтобы эти возможные метастазы, которые, возможно, где-то находятся в других органах, нейтрализовать опухолевые клетки, ликвидировать и таким образом предотвратить развитие отдаленных метастазов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...